Рабочую встречу глава региона начал со стратегических задач по развитию страны, которые обозначил Владимир Путин в послании федеральному собранию. Появятся новые национальные проекты «Семья», «Молодежь России», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь», «Экономика данных», а также программы в сфере технологического развития. Это капитальный ремонт детских садов, новая программа. Это продолжение программы капитального ремонта школ. Это строительство новых школ и детских садов для сокращения второй смены. Это строительство образовательных школ лидерского уровня и капитальный ремонт общежитий, вузов и университетов. И тема обновления и открытия медицинских кабинетов в школах там, где это требуется. На заседании прозвучало обновление больницы, поликлиник будет продолжено. Как отметил Андрей Чибис, за счет переоснащения учреждений здравоохранения повысилась скорость и точность постановки диагнозов, сократились листы ожидания, компьютерные томографы, аппараты УЗИ, цифровые рентгены, аппараты для исследований сосудов и сердца. В прошлом году в рамках национального проекта здравоохранения, федеральных программ и стратегического плана «На севере жить» было приобретено 307 единиц медицинского оборудования. Больше 380 тысяч человек прошли профосмотр и диспансеризацию. Свыше 10 тысяч пациентов получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Острый дефицит врачей в регионе удалось снизить на 40%. Кстати, в текущем учебном году в медицинских колледжах области зафиксирован рекордный набор обучающихся. Более 520 студентов уверены, что этот результат, в том числе и наша совместная профориентационная работа. Новое оборудование продолжат получать и спортивные учреждения. В этом году из областного бюджета 11 муниципальным организациям будет выделено порядка 48 миллионов рублей. И около 10 миллионов из федеральной казны. Это позволит приобрести инвентарь для Мурманской областной спортивной школы Олимпийского резерва. В рамках субсидий было закуплено 2500 единиц оборудования и инвентаря для спортивных школ и отделений по спортивной подготовке, таких как парусный спорт, биатлон, хоккей, фристайл и другие. Для двух областных школ были приобретены микроавтобусы, которые используются в настоящее время для перевозки спортсменов на тренировочные мероприятия и соревнования. Губернатор напомнил, что в рамках послания Владимир Путин упомянул уникальные производства, созданные в России. В их числе – Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «Новотек». В числе знаковых проектов – газификация Мурманской области, развитие Севмурпути, Мурманского транспортного узла, Арктическая ипотека. Обращаясь к региональному правительству, Андрей Чибист призвал активно реализовывать все озвученные задачи.